Фактически сегодня был рассмотрен отвод судьи, который рассматривал ходатайство при мере пресечения в отношении господина Рината Усатый. Естественно, отвод был отклонен, так как он касался непосредственного риска, который судья Булар уже установил до вынесения решения, тем самым вынес свое мнение до рассмотрения ходатайства. Но сегодня отвод адвоката был отклонен. Мотивы, которые я прочитал с кокосового времени, в общем-то не отразили того, о чем писал я в отводе. Но это система, и я буду обжаловать вместе с решением в случае, если будет удовлетворено ходатайство прокурору. Судья Булару является бывшим, вернее, был юристом демократической партии. Как вы прокомментируете этот факт? Я знаю судью Булару как объективного судью, но видно, есть какие-то аргументы, которые я не знаю, либо есть какие-то указания. Тут я не могу вмешиваться, я действую по системе, которую установили нам закон. То есть в рамках закона были доведены два отвода, ввиду того, что судья отказывается извещать официально за пять дней моего клиента о дне слушания, ввиду того, что судья высказал свое мнение. Что касается его бывшего, прошлого, извините. А когда состоится заседание по существу? Пока неизвестно. Вы видите, что в субботу никто из вас не знал о заседании. Как и сегодня, исходя из того, что отвод рассмотрен, сейчас будет ожидаться вызов дополнительный нас по факту уже рассмотрения по существу ходатайства прокурору. Ранее СМИ писали, что уголовное дело было заведено на основе интервью Горбунцова. Насколько вообще можно заводить уголовное дело? В стадии прокуратура нарушает права моего клиента и мешает мне работать. Я просил судью Булару, чтобы обязали выдать мне постановление о возбуждении уголовного дела 16 октября 2016 года. Но, к сожалению, мне мотивировали тем, что еще не время мне это показывать, хотя я в праве, и мой клиент в праве узнать на основании чего возбуждено уголовное дело. Одно могу сказать, что впервые, наверное, в Европе возбуждается уголовное дело страной, в которой не было совершено уголовного дела. То есть, я не знаю мотивации, но то, что имею я информацию, я так понимаю, что дублируется уголовное дело, возбужденное в Англии, дублируется нашими органами. Для чего и почему, ну, будем потихоньку узнавать. То есть, я говорю, что нарушаются наши права на защиту тем самым, что мне не дают ознакомиться с материалом дела. По второму эпизоду, дело было прекращено еще в 2013 году, тоже связано с Горбунцовым, простите. И нам не дают постановления о возобновлении уголовного дела. То есть, тоже непонятно, зачем это скрывается. Вы уже сами делаете выводы, зачем и почему, исходя из того, что как 22 октября было, скажем так, тайна, попытка провести заседание, так и само возбуждение дела и возобновление нам не дают ознакомиться. Тем самым, мы имеем лимит информации для того, чтобы высказываться.